Всем привет! Наша жизнь полна разных событий, а самых главных расскажу тебе я в студии, Олег Скиданов, сегодня в выпуске. КФУ вошел в новый топ рейтингов. Значение ислама в мультикультурном мире обсудили в КФУ. Чума 21 века. Как с ней бороться? Казанский федеральный университет вошел в рейтинге Times Higher Education. На этот раз КФУ пополнил списки по направлению науки о жизни. Подробнее смотря в сюжете Артема Тупичкина. Казанский федеральный университет впервые вошел в список лучших вузов мира по версии Times Higher Education по направлению науки о жизни. Он занял 401-500 позицию всех мировых университетов. Данный предметный рейтинг объединяет 4 области знаний. Сельское и лесное хозяйство, биологические науки, ветеринарию и науку о спорте. Попадание КФУ в список лучших университетов в направлении не случайно. Концентрация ресурсов и последовательное наращивание научно-исследовательского потенциала в рамках приоритетного направления КФУ биомедицины и фермацевтика предопределило попадание университета в рейтинг науки о жизни. В этом году в общем рейтинге университетов Times Higher Education университет сохранил свои позиции. Сейчас КФУ занимает 401-500 место. Ранее Казанский федеральный университет впервые был включен в предметные рейтинги агентства по направлениям бизнеса и экономика и социальной науки. В предметном рейтинге бизнеса и экономика КФУ занял 176-200 место среди мировых университетов, а в направлении социальной науки 201-250 позицию из 400 возможных. Также в этом году Казанский федеральный университет значительно продвинулся в рейтинге Квак-Ярелли-Саймонс и поднялся на 50 пунктов среди топ-университетов мира. Также КФУ был оценен в предметных рейтингах агентства. По направлению лингвистика КФУ занял 101-151 место. В рейтинге археология – 151-200. В области информационной науки и журналистика университет оказался на 151-200 позиции. Включение в рейтинге Times Higher Education и Квак-Ярелли-Саймонс подтверждает, что в Казанском федеральном университете создана образовательная площадка международного уровня. Артем Тупичкин, Универньюз. 9 ноября свою работу на базе Казанского федерального университета начал 7-й международный форум «Ислам в мультикультурном мире». О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. С 9 по 11 ноября в Казанском федеральном университете начал свою работу 7-й международный форум «Ислам в мультикультурном мире». В первый день форума на базе Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. И в зале попечительского совета состоялась работа двух конференций «Религия и государства на Ближнем Востоке. Проблемы взаимодействия и проблемы дератикализации молодежи на постсоветском пространстве». Форум начинался как совместный проект с фондом «Раджани Москва». У нынешнего форума 7 организаторов. Форум вначале начинался как многопрофильный, то сейчас он сохранил свою многопрофильность, но его ориентация направлена на мониторинг, на мониторинг прежде всего регионов России. И в этом году тема связана с мониторингом состояния мусульманской общины и процессов борьбы с дерератикализацией. На сегодняшней секции до обеда прозвучали доклады, связанные как со странами СНГ, так и начались уже российские регионы. Форум традиционно посвящен актуальным вопросам академического и прикладного исламоведения, а также вопросам актуализации исламского образования. Большое внимание будет уделено теме создания условий для межконфессионального согласия и преодоления радикализма. Участников будет около сотни, но нас уже интересует не количество, а качество. Мы имеем возможность выбирать отдельных экспертов, потому что традиционно у нас два года выходит сборник мониторинга. И, соответственно, до этого года мы будем делать расширенный сборник мониторинга. Надо сказать, что в рамках форума положено начало знак в инициативе стоковедов КФУ, проведению Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку, сокровище которой вы ищете, арабский язык, который пройдет на базе вуза 1-2 декабря. Какие сегодня стоят проблемы перед современной журналистикой? Как учесть уроки прошлого в сегодняшней практике СМИ? На эти и многие другие вопросы ответят на Международной научно-практической конференции, которая начала свою работу в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Смотрим! Свою работу начала 14-я Международная научно-практическая конференция «Информационное поле современной России. Практики и эффекты». В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялось открытие и пленарное заседание. Журналистика – это ведь не только практика, это еще и наука. Журналистика и работа в этой области – это, наверное, одна из немногих областей знаний, областей практики, где наиболее отчетливо сказывается иррациональное мышление. За 14 лет проведения конференции участниками научного форума стали более тысячи человек из 70 вузов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня даже традиционные термины, скажем, «война», они произносятся с приставкой «гибридная», потому что в первую очередь всегда выходят на передовую информационные полки. И из четвертой власти медиа очень так незаметно превратились в нечто такое над властью, находящееся над системами традиционными. Для иногородних участников конференции будут проведены экскурсии в геологическом и зоологическом музеях, а также в музее истории Казанского университета. В дни конференции пройдет работа по секциям, где будут подниматься вопросы современной журналистики, теории, практики, медиаобразования и многое другое. Вижу, что более профессиональное, с большим таким мастерством журналистов сегодня стали готовить здесь. Так что, преподаватели наши дорогие, вам тоже большое за это спасибо. Нам совершенно не безразлично, какой будет наша журналистика. Впервые конференция состоялась в ноябре 2004 года. И с каждым годом число ее участников только растет. Свою работу научно-практическая конференция завершит 11 ноября. Анна Глазунова, Леонард Велитяров, Универ Ньюз. Спит, не спит. Как Россия готовится противостоять чуме 21 века, вы узнаете в сюжете Адели Шамиловой. В России синтезировали молекулу, которая предотвращает заражение ВИЧ, сообщает научно-популярный портал Naked Science. В перспективе исследователи намерены получить прототип профилактического препарата. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ВИЧ вызывает чуму 21 века спит. Однако за более чем 10-летнюю историю исследований накопилось немало загадок, связанных с развитием этого заболевания. Оказалось, что существуют люди, устойчивые к спиду. Как много таких людей? Какими особенностями они обладают? Не есть ли это ключ к лечению страшной болезни? Попробуем разобраться. Казахский федеральный университет совместно с благотворителем фондом РУСФОНД планирует отработать концепцию создания региональных регистров для доноров костного мозга. Благодаря проведенным анализам костного мозга специалистами КФУ будет сделан генетический анализ. Рецепиенты пациента и доноров в процессе исследования будут подобраны на так же генетическом уровне. На самом деле вот таких вот параметров, как группа крови, их гораздо-гораздо больше. И вот HLA-типирование – это именно анализ генотипа пациентов и рецепиентов, то есть, вернее, рецепиентов и доноров, то есть те, кто получат трансплантанты, те, кто сдадут трансплантант, в данном случае костный мозг. Главный научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ отметил, что у весьма небольшой популяции людей не хватает одного жизненно важного гена. Именно этот ген препятствует вирусу иммунодефицита человека при проникновении в клетку, не позволяя коварному вирусу вызвать СПИД. Если трансплантировать костный мозг от вот таких вот устойчивых людей, людям с ВИЧ-инфекцией, то у них иммунная система будет устойчивая к заражению вирусом. Таким образом, они, хотя и не излечатся от ВИЧ, они останутся ВИЧ-положительными до конца своих дней, но пока нет технологий, которые бы очистили организм от вируса, но, по крайней мере, их иммунитет не будет ослабленным в результате болезни. Теперь уже никто из генетиков не сомневается в существовании таких генов для вируса иммунодефицита. Возможно, исследования дадут надежду найти решение такой, казалось бы, неразрешимой проблемы, как борьба со СПИДом. Кто станет победителем в противоборстве с ВИЧ, покажет будущее. На этом все. И пусть каждый ваш день будет наполнен яркими событиями вместе с «Универ-Ньюс». До встречи!